Йоу! Всем привет, дорогие друзья! С вами Хоккайдо и добро пожаловать в обзор модов Farming Simulator. Сегодня у нас огромнейшее количество модов. Наверное, это самый-самый большой обзор, который у нас когда-либо был на канале. Очень и очень крутые моды я подобрал и все они связаны как-то с Россией, Советским Союзом и так далее. Сегодня у нас тематика более как бы в старые машины и я думаю, что это будет круто, потому как окунуться в прошлое это всегда здорово. По классике вы можете найти все ссылочки на скачивание данных модов, если они вам понравятся, в описании. И, соответственно, давайте же начнем. Не забудьте дропнуть лайк под этим видео, друзья, и подписаться на канал, если вы вдруг еще не подписаны. Буду очень признателен и это будет подталкивать меня делать больше подобных обзоров. Спасибо большое за просмотр и давайте же начнем справа налево, как у нас по классике обычно бывает, так что поехали! Окей, перед вами сейчас находится ЗИЛ, это ЗИЛ-130 для перевозки тюков и поддонов, соответственно, хорошая машинка такого кофейного цвета, номера 2646, возможно, она принадлежала какому-либо кролхозу. И здесь есть очень крутая штука, то есть, оп, одну секунду. Здесь есть очень крутая штука, мы можем закреплять ремни здесь, соответственно, я полагаю, что можем возить бревна, может быть, не уверен. Вот, но ремни есть и эта штука работает, что очень и очень здорово. И вы услышите сейчас, как остывает медленно двигатель, то есть, мы вышли из нее и двигатель как бы понемножечку-понемножечку сбрасывает обороты, это круто. Номера у нас впереди Е255СУ, 36 регион. Здорово! Вообще, моделька выглядит сама по себе прикольно, довольно детализирована и давайте же запрыгнем внутрь, посмотрим на интерьер данного автомобиля. Окей. Ну, по классике, по классике ЗИЛы, они все такие простые, вот ничего лишнего, абсолютно. Спидометр, тахометр, пара ручек на дверях, которые вам придется крутить, кстати, чтобы опустить под ней стекло, но, ну, в реальной жизни, соответственно. А здесь, по-моему, не получится открыть щеклышки. Но, в любом случае, друзья, вот так вот машинка выглядит, звучит она довольно-таки неплохо, грузовик советский, соответственно, поэтому он весь дрожит, но работает, это рабочая лошадка и вообще очень-очень здорово. Можем поднять кузов, делается это на кнопочку X. Соответственно, закрепить им не можем, на L уже из машины, не снаружи, а из машины, но если вы больше там какой-то роллплей, то можете это сделать снаружи, вообще не важно. Ну, и, соответственно, в целом-то это и все. Ну, можем разгрузиться, соответственно, на Ctrl плюс I, все это дело поднимается, кадры падают невероятно быстро, я не знаю, почему это происходит, но, в любом случае, и Бибика тоже, конечно же, присутствует. Окей, давайте уберем эту менюшку на Зойлеву и двинем вперед, спидометр, вау, спидометр-то работает, машинка дергается довольно-таки резво с места, что очень-очень здорово. 150 лошадиных сил здесь под капотом, а максимальная скорость 90 км в час, и, соответственно, есть анимация вообще всего, ну, по большей части, все, что нужно, как говорится, анимировано. И, знаете, водить ее довольно-таки приятно, она довольно податливая, довольно спокойная в управлении, и давайте посмотрим снаружи, знаете, да, да-да-да-да-да, и колеса так поворачиваются очень и очень правильно, в общем, все, это выглядит, моделька хорошая, и, по-моему, о мой бог, о мой бог, вы это видите, друзья, смотрите, еду, торможу, еду, торможу, и все, что нужно, все болтается, то есть, не всегда это хорошо, когда что-то болтается. Ну, не важно, в любом случае, это так и должно быть, поверьте мне. Такой вот ZIL-130, надеюсь, что вам понравится эта моделька, и мы двигаемся дальше, друзья. Вы только послушайте. Вот да! Хе-хе-хе-хе! А дальше у нас идет ZIL-164, собрат нашей предыдущей модельки. Хорошая машина, на самом деле, она всегда была рабочей лошадкой, во многих фильмах вы, наверное, ее видели, и, ну, знаете, моделька выглядит уже, уже неплохо, просто снаружи. Давайте ее обойдем, посмотрим, что у нас есть. Сзади, сзади у нас полукрытый прицеп, то есть, как бы, ну, внешняя часть, возможно, людей можно здесь перевозить. Номера у нас N739OM68RUS, а здесь у нас 36-й регион. Окей. И я думал, что один и тот же человек делал эти машинки, но из разных мест они сюда приехали, судя по всему. Давайте же запрыгнем внутрь и глянем. Уже вижу вот эту вот бахрому, которая находится сверху. Это прикольно, что-то камера как-то очень-очень далеко. И вот, не знаю, насчет кузова, то есть, он какой-то полигональный, то есть, вы видите количество треугольников. Возможно, это мои настройки графики, но я искренне в этом сомневаюсь, то есть, они практически высокие, насколько я помню. Окей. Деревянный у нас поддон. И салон, знаете, выглядит... О! О! И это классика! Диск, висящий с потолка. Обшит, по-моему, салон чем-то. Вот, сзади у нас небольшие занавесочки. И спереди, знаете, что мне напоминает эта машина? Мне напоминает эта машина Мафию 2. Вот, тоже замечательная игра раньше была. И делался этот грузовик в реальной жизни с октября 57-го по 64-й год. Ну, вот, по декабрь. Ну, практически по 65-й считается. Вообще, замечательно все выглядит. Спидометр, что поразительно анимированный. Справа у нас также есть спидометр, то есть, цифровой. Кто-то прикрутил сюда... О, да, эти звуки. Кто-то прикрутил сюда цифровой спидометр, и это замечательно. То есть, не обязательно смотреть туда, можете смотреть сюда. И вообще, от первого лица здесь очень и очень атмосферный. Даже вентилятор сюда засунули. Охренеть! В машину 64-го года. Не факт, что она была одной из последних партий. Соответственно, она могла быть выпущена чуть-чуть пораньше. Здесь под капотом стоит 100 лошадиных сил. Максимальная скорость 75 километров в час. А объем кузова 11500 литров. Можно возить все стандартные грузы, соответственно, и культуры. Вот. Знаете, управляется он довольно-таки неплохо. И мне вот-вот нравится этот ZIL больше даже, чем тот, который был выпущен позже, который мы смотрели первым. Очень и очень круто сделан. Очень атмосферный автомобиль. И, знаете, раньше он применялся вообще во многих сферах. И работал же, что поразительно. Ну, всегда так делали на... Соответственно, с расчетом на то, что в будущем его будут также использовать, в общем, на года, как говорится. Окей, замечательно. Познакомились мы с вами немножечко с историей. И мы двигаемся дальше. Спасибо, машинка. Кстати, тоже... А, нет, нет. Не так круто, как предыдущие ZIL. Она остывает. То есть, как бы... Просто... Просто глушится. Окей, мы двигаемся дальше. И если вы думали, что с ZIL именно на этом все, то вы искренне ошибаетесь. Вот только посмотрите, как менялись модели. То есть, вот первая модель, вторая модель. То есть, если считать по времени. И вот третья. Я полагаю, что я их не перепутал. Возможно, вот две последних. Они немножечко в другом порядке шли. Но в любом случае, это тоже ZIL. ZIL 131 является дозаправщиком. То есть, вы можете дозаправлять свою технику на полях. И делать это со стилем, как говорится. Надпись «Огнеопасно». Номеров, правда, что-то я не вижу. Но обычно они выбивались где-то вот здесь, сзади. Еще одни надписи-значки. То, что мы везем топливо, что небезопасно. А, 7346 Тюм. Кстати, вот такие номера раньше были в Советском Союзе. Там было 4 цифры, а потом буковки. Если мне не изменяет память. То есть, насколько я уверен, это все так и есть. Огнетушитель. На всякий случай, конечно же, вот такая вот малютка потушит огромную цистерну. Но в любом случае, техника безопасности это важно. Хоть что-то, но есть. Окей, запрыгнем внутрь. Написано «Зона». Окей. О-о-о-о-о! Эти звуки! Звучит уже неплохо. И, о мой бог! Кто-нибудь мыл эти стекла с 1964 года? Мне интересно вообще. Не знаю, когда ее выпускали на самом деле. Но, в любом случае, спидометр анимирован. Здорово. Как всегда, никаких лишних деталей. Но как-то темновато здесь в салоне, как по мне. Окей. Под капотом здесь 150 лошадиных сил. Но, в любом случае, скорость-то тут 40 км в час. Больше, увы, поехать не удастся. Возможно, есть только с горки. Объем цистерны 2000 литров, что довольно-таки, ну, я думаю, соответствует правде. Так как по объему, возможно, так и есть. Но меня поражает, что здесь 150 лошадиных сил. И при этом, как бы, получается так, что она просто не едет больше 40 км в час. Странно, странно. Спидометр работает. Да, зеркала, кстати, тоже, что поразительно. Это редкость, на самом деле. Вот. Чтобы заправить технику, надо подъехать к ней и нажать на клавишу R. Вернее, сзади цистерны. Надо подогнать технику и нажать R. Оставляет следы от шин. Причем, довольно-таки красивые следы от шин, я бы сказал. Давайте немножечко свернем в поле. Кому-нибудь нагадим чуть-чуть. Е-е-е-е. Ну, управляется она довольно-таки неплохо. И вообще, она, знаете, очень аутентичная, я бы сказал. Здорово выглядит и... Ну, блин, вот насчет зеркал и стекол я что-то не уверен. Ну, что есть, то есть. На самом деле, моделька мне понравилась. Ничего не могу сказать. Очень красивая. В плане того, что она передает историю. То есть, возможно, есть и машина покрасивее. Безусловно, сейчас выпускает очень много всего. Ладно, я отвлекся от темы, двигаемся дальше. У-у-у! Друзья, кстати, возвращаясь к тому ZIL-164. Здесь можно открывать и поднимать крышу. Чуть не пропустил, представляете? Но все в порядке. Кстати, без крыши он мне как-то даже, наверное, больше нравится. Так, соответственно, возвращаемся к следующему нашему моду. Это МАЗ-5551. И из Белоруссии он к нам приехал. С номерами белорусскими, все дела. Что говорит о его происхождении. Выглядит довольно-таки солидно, знаете. Он таким цельным куском построен. Вот это замечательно. Мне это нравится. Соответственно, он может перевозить зерновые культуры. Все, по-моему, виды, насколько я помню. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Да, вся стандартная культура, которая есть в игре. И, соответственно, здесь есть некоторые приколюхи. То есть, можем открывать левую дверь. Можем поднять кабину. Ооо, когда я в кабине, это не очень приятно. В любом случае. То есть, можем посмотреть на двигатель. И также открывается правая дверь. Что в целом не важно, потому что у меня не работает NUM 9. Также крышу можем снять и посмотреть, что находится внутри данного автомобиля. Это просто замечательно. Я уже заглянул одним глазком буквально в салон. Ооо. Да ладно, ладно, я перестану. Выглядит неплохо. Знаете, выглядит очень и очень даже неплохо. Зеркала, судя по всему, работают. Причем, ну, правда, они не очень полезные, так как отражают часть машины. Но я не уверен, что зеркала должны так работать. В любом случае, здесь мощность двигателя составляет 230 лошадиных сил. А максимальная скорость 83 км в час. И с объемом кузова 15 тысяч литров. Что замечательно. Спидометр, я так полагаю, анимированный. Да, панелька-то вся работает. Звуки тоже довольно-таки приятные. То есть, вы слышите. Хотя они какие-то довольно-таки однообразные. То есть, с какой бы скоростью я ни ехал, они толком не повышают тон. То есть, вот это мне не очень нравится. Но в целом, моделька такая неплохая. Мне кажется, немножечко разработчик налажал с пропорциями. Потому что какой-то он прям очень квадратный и не очень реалистичный. Но в любом случае, вот за кабину ему респект. Безусловно. Вот. Так что... О! Я думаю, что на этом все. Давайте опустим эту штуку и выйдем на улицу. Окей, она застряла где-то в середине. Но в любом случае, это был МАЗ-5551. Мы двигаемся дальше. Окей, перед вами КРАЗ. И я уже... Я испугался вот той девушки, которая сидела как бы в машине. Это выглядело очень-очень странно. Судя по всему, это просто какой-то принт. То есть, владелец, бывший владелец автомобиля, который из 98-го региона, видимо, очень и очень скучал по ним. Окей. И КРАЗ-256Б1, я полагаю, эта машина называется, выглядит неплохо. Две шины запаски наверху у нас лежат. Окей. И... Ну, знаете, знаете, такой, такой тоже. Тоже очередная рабочая лошадка. Даже ось можем посмотреть, как она выглядит. Правда, мне кажется, она не идет дальше. И вот заканчивается здесь. Что странно, по-моему, машины так не работают. Я, конечно же, не эксперт. Что у нас здесь? Ограничения по скорости. Опять же, номера. Я... Не важно, что он там с наших дорог. В любом случае, это самосвал, который работал обычно в... Ну, в союзе еще, в реальной жизни. То есть, он работал в карьерах. Ну, теперь на ферме вы можете использовать его для перевозки различных грузов и, соответственно, зерновых культур. Сибиряк. Видимо, логотип компании, который раньше был. Давайте запрыгнем внутрь. И... У-у-у! Анимированный выхлоп. Это уже... Уже... Уже неплохо. Замечательно. О-о-о! Да, эти звуки! О-о-о-о! Я не нажимаю на газ, кстати. Это он сам себя прогревает. Окей, девушка у нас сзади. Чтобы мы не скучали. Еще одна девушка у нас. У-у-у! Хе-хе-хе-хе. У-у-у! Хе-хе-хе-хе. Окей. А что у нас здесь? Анимированный спидометр? Нет, нет, друзья. Спидометр-то не анимирует. Максимальная скорость 83 км в час. По поводу того, что под капотом, честно говоря, не знаю. Нам не сообщили. Объем кузова 22 тысячи литров. То есть, это прям must-have для вашей фермы, безусловно. Рация у нас здесь есть. Но так салон не очень-то детализирован. Жалко, что спидометр не анимированный. Вот очень и очень грустно мне от этого. Но в любом случае, звуки просто муа! Прям ох, как хороши. И когда мы тормозим, загорается красная лампочка. И это здорово. Так, давайте посмотрим, что-то еще может быть она умеет. Нет, боюсь, что нет. В менюшке нет ничего. Можем побибикать. О-о-о! Вот да. Правда, вот единственное что, вам придется ее прогревать, прежде чем двинуться. То есть, в одном из прошлых обзоров у меня была подобная вещь. Смотрите, я запрыгиваю в машину и нажимаю на газ моментально. И внизу вы увидите отсчет по секундам, сколько времени это заняло. Окей. Я жму на газ. Ничего не происходит. Вообще никакой реакции. Но я думаю, что это довольно-таки реалистично. Крас не водил. Врать не буду. Так что, ну вот, что есть, то есть, то я вам показываю. И мы двинулись. Наконец-таки. Окей. Но в целом, машинка хорошая, особенно учитывая то, что там 22 тысячи литров сзади помещается. То есть, вы можете возить все. Все нажитое непосильным трудом, как говорится, на вашей ферме. Окей. Перед вами сейчас находится малюсенький трактор Т-40АМ. Который выпускался с 61 по 95 год. Выглядит очень неплохо. Называют его в народе сороковка. И он прям такой малюсенький-малюсенький. Это так мило на самом деле. Так, видимо, он вообще даже не из России к нам приехал, а, видимо, откуда-то там. Но в любом случае остался, остался оригинальный шильдик на машине, который говорит нам, что это трактор с Липецкого тракторного завода. Трактор Т-40М. Вот заводской номер прочитать не могу. Но, по-моему, дата выпуска там написана 99 тысяч... Нет, я не смогу долбиться в эти пиксели и вряд ли разберу. Но, в целом, знаете, моделька очень и очень прикольно выглядит. Давайте сядем внутрь и немножечко с вами проедемся. О, 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 о. Не хочет, не хочет заводиться. Но да, да, да. Мы запустили эту машинку. И, кстати, можем включить маячок, если бы я помнил еще, как это делается. Вот так. О, да. Я заставил его работать. Единственное, что у меня просто на ноутбуке надо нажимать на кнопочку FN, а потом еще и на Home. Сложно. Так, ну и в целом ты этой, собственно, и все. Окей. Так, что у нас в салоне, собственно, происходит? Непонятно. Ничего. Как-то узко здесь. Причем сидение невероятно широкое. А вот места для ног, мне кажется, очень и очень мало. Я себя некомфортно в этой машине чувствую. Мощность двигателя здесь составляет 40 лошадиных сил, при этом скорость 43 км в час. Звучит, знаете... Ну, нормально, нормально звучит вот. И заводился он, кстати, очень даже интересно. Деформируются шины, как говорят нам. Значит, мы едем... О! Я не знаю, почему есть его выпрыгнул. Так, деформируются шины, и значит, мы это сейчас проверим. Соответственно, к нему можно цеплять любые прицепы и любое оборудование, и он отлично справится с вашими задачами на ферме, как говорит нам описание к этому моду. Но, судя по всему, деформируются они. Вот это колесо вообще восьмерками ходит, его подрихтовать немножечко, но в целом, знаете, машинка-то работает, и, судя по всему, да, да-да, деформируются колеса, и следы он оставляет, что замечательно. Окей, вот здесь это лучший способ проверить, вот здесь на бордюрчике. Мы сейчас выясним с вами, друзья, действительно ли это так. Но я бы не сказал, что они прям-прям таки деформируются, это сомнительно, сомнительно. Но в любом случае, трактор годный, очень много фонарей сзади навешали, но что есть, то есть. Окей. На этом моде мы долго задерживаться не будем, потому что я уже обозревал его в прошлом эпизоде, или в позапрошлом. В любом случае, в предыдущей серии обзоров русских модов, вот. Так что, друзья, обязательно чекните. Сейчас я просто нашел старую версию Нивы СК-5, так как у нас старые моды сегодня. Старые, такие советские, такие прям накрахмаленные вот эти вот все вещи. Так, друзья, прежде чем мы запрыгнем внутрь, я вам покажу то, что шло с этим модом. Это несколько жаток, соответственно, валки. Вот это вот все, все оно есть в магазине и приходит к вам вместе с модом. Так что, пользуйтесь, как говорится, на здоровье. Аж три. Три навешивабельных вещи. Это замечательно. Окей. Мы внутри. Комбайн завелся. Можем выставить трубу. Ну, по классике, все основные вещи. Но я хочу показать кое-что другое. Здесь есть IC. Это означает, что мы можем делать различные вещи с помощью нашей мышки. И в первый раз вижу, чтобы можно было отодвигать стекло. Это действительно паразитно. Давайте посмотрим, что еще мы можем сделать. О! У-у-у! Мы можем поставить решетку на окна, чтобы нам солнце не светило. Это вообще, это очень и очень и очень круто. Можем также открывать заднюю дверь в кабину. Делается это вот так. Чтобы также проветривать. Окей. Давайте же проедемся немножечко. Совершенно все в отвратительном состоянии здесь. Но просто ради того, чтобы почтить память замечательного моду, мы с вами немножечко прокатимся. Соответственно, ничего не анимировано. Но выглядит довольно-таки круто и прикольно. Особенно вот эти вот задвижки, которые я поставил только что. Довольно глупо, но интересно. Интересно. Кстати, знаете, он управляется довольно-таки неплохо, но едет не так быстро, как хотелось бы. Зато дергается с места очень-очень даже. Окей. Я думаю, что мы закончили с Нивой СК-5. Крутой мод. Правда, крутой. И, кстати, здесь есть анимации двигателя. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, работает выхлоп. Вот это вот все. И причем анимировано. Забавно, что как бы дым, он усиливается от того, что мы двигаемся. Круто, круто проработали. Мне нравится, как говорится, лайк. И, друзья, последний мод на сегодня. Трактор Т-150, который выполняет функцию опрыскивателя. Совершенно громадная вещь. Очень несуразная, но выглядит довольно-таки прикольно, поэтому я решил, почему бы и да. Что-то на немецком, я полагаю, написано у нас на борту. И... Дания, я полагаю. Если это буква Д, то, наверное, Дания. Значит, он приехал к нам из Дании. То есть, уехал из Союза, попал в Данию, вернулся обратно к магазину сельхозтехники. Замечательно. Давайте же сядем... О, о. И послушаем. Послушаем эту симфонию двигателя. Хе-хе-хе. Не, на самом деле, я как бы не фанат громких вещей, которые стучат, я не знаю. Но я думаю, что кому-то должно понравиться. Но в этом что-то есть, что-то есть, друзья. Окей. О! О! Э-э! Вот это он резвый. Вот ету, да? Так, окей, давайте посмотрим, что он умеет. Можем нанять работника, но это понятно. Соответственно, открыть крышу можем. О! Здорово. Чтобы заливать удобрения, я полагаю. Окей. Так. IC также здесь присутствует. Что мы можем с этим сделать? Опустить стекло. Это второй мод, который я вижу, который умеет опускать стекла. Здорово. Так, здесь что-то можем. Так, и это стекло, соответственно, мы можем опустить. Понятно. Ну, хоть что-то, хоть что-то. Оооо, как же он управляется странно. Это, знаете, как пытаться оседлать громадную змею и пытаться вот как-то на ней ехать. Вот что-то в таком духе. Кстати, кировцы все вот такое же подобное строение имеют. Как бы половина машины не связана никак со второй половиной. То есть связана, но такой небольшой перемычкой. Соответственно, поворачиваемость здесь просто нереальная. Мощность двигателя составляет 270 лошадиных сил, а максимальная скорость 45 километров в час. Объем кузова под удобрение составляет 7200 литров. Так, рабочая ширина опрыскивателя 16 метров, как будто это кому-то интересно. И рабочая скорость 20 километров в час. Вот. Но, знаете, вот единственное, что на крыше мне не очень нравится, но ее можно разложить. На крыше мне не нравятся какие-то вот эти закосы по ржавчину. Но в любом случае, в этой машинке что-то есть. В ней есть душа, безусловно. Но прям дергается она очень и очень быстро с места. Что странно. Возможно, из-за двигателя, который здесь просто громадный и стоит впереди автомобиля. Окей. Это все на сегодня, друзья. Я надеюсь, что вам понравится это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайки. И будет выходить куда больше обзоров на моды Farming Simulator. Надеюсь, что вам правда понравится. Я стараюсь для вас. А вы просто смотрите. Как всегда, мой контент бесплатный. И вам достаточно лишь поставить лайк. И это тоже бесплатно. В любом случае, друзья, еще раз спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить ни одного следующего эпизода. Посмотрите предыдущую часть. Если вдруг их не видели, то обязательно чекните. Там тоже очень и очень много крутых модов. Если вы в поисках чего-то нового для своей игры, то обязательно посмотрите. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok